Фестиваль «Вайфест» — это вода, воздух, огонь и земля. Все стихии соединились на Горьковском море на несколько дней. Любой желающий, несомненно, найдет здесь от себя занятия. От йоги до чаепития в юрте «Шамана». Последнее, кстати, оценили даже депутаты Госдумы и член Совета Федерации. Замечательное место. Мы получили сейчас удовольствие, просто кайфанули. Особенно в палатке у «Шамана». Я еще под впечатлением. Да, я еще под впечатлением, поэтому вполне такое, это самое. В прострации. Но дело в том, что я желаю одного вам. Хорошего настроения, каких-то креативных идей, которые вы здесь получите от природы, от воды, от огня. Помимо тех, кто приехал сюда просто на экскурсию, на фестивале есть и постоянные жители, которые на все три дня прибыли сюда с палатками. А ночью интерес к фестивалю только подогревается, например, огненным шоу, которое днем только готовят. По словам участников «Вайфеста», такой аскетичный образ жизни им по душе. В город даже не хочется возвращаться. Все настроены очень позитивно друг к другу, такая атмосфера теплая. Народу хоть и много, но все как будто бы уже знакомы. То есть можно «Вайфест» назвать территорией добра? Можно, я думаю, смело. Я думаю, что здесь, да, именно нет, скажем так, левых людей. Здесь именно те, кто приехал уже с правильным настроем. Правильный настрой – это позитив, открытость и, конечно, тяга к новым знакомствам и познанию всего нового. Например, многолюдно около этно-лавки. Здесь можно научиться оттягиваться как душой, так и телом. В общем, все по фэн-шую. Так, если покрутить по железной тарелке чудо-палкой, можно очистить организм. Говорят, работает. Вообще идет вибрация по всему телу, и вот аж мурашки дрожь. И очень приятное такое ощущение расслабления даже какой-то организм всего происходит. Если постоянно, может, и происходит какое-то очищение тела. А так очень приятно. Улыбки, смех и позитивные эмоции в круговороте «Вайфеста» может получить любой желающий. Территория фестиваля открыта для всех. Но стоит поторопиться. После этого уикенда он закроется. Антон Ганин, Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ.